Здравствуй, Евгения! Послушал я твои замечательные вариации на тему Тинь-Тинь. Ну что, кроме слов благодарности и восхищения тобой, что ты осилила эту грандиозную пьесу, потому что в ней, я так посмотрел, есть все возможности для того, чтобы показать свое мастерство юной скрипачки. Все типы игры, даже пиццикаты есть. Не хочу критиковать тебя, давать какие-то советы, для этого у тебя есть педагоги, ты их слушаешься, ты молодец, и у вас в результате получается целый, единый ансамбль с кульминацией, с разнообразным звучанием. Единственное, может быть, имеет смысл чуть-чуть отделять вариацию от вариаций, чуть-чуть маленькую делать цизурку, буквально вздох, чтобы это не превращалось в одно такое, одно на одно, в одной тональности, такую вот, одну пьесу большую. Потому что, что такое вариация, это все-таки композитор стремится дать какие-то разные грани образа, ну, например, там есть даже такой страшный кусочек, я даже не знаю, что хотел композитор выразить, не знаю, там, медведь заблудился, и его этот плетень не пускает, ну, я шучу, конечно. Ну, короче, вот хотелось бы чуть-чуть отделять друг друга, от друг от друга эти вариации, чтобы ты и сама почувствовал, и зритель, слушатель почувствовал, что вот сейчас новый образ. И вот когда у тебя тоже такое маленькое замечание, когда ты играешь, внутри вариации есть фразы, вот, фраза заканчивается, и явно хочется, чтобы смычок иногда ты снимала перед началом следующей фразы, а то, получается, у тебя смычок еще тянет, как бы уже следующая фраза, а предыдущая вливается в нее так, что, получается, ну, немножко налипает одно на другое. Ну, это, скорее, даже к твоим педагогам пожелание, вот, на это обратить внимание. А так, девочка очень музыкальная, Женя, ты молодец, я с удовольствием послушал, чего могут дети в 6 лет. Вот у меня, например, сын, ему тоже 6 лет, вот, сейчас исполняется, он так не может. Ты молодец, спасибо.